В современном мире трудно найти людей, которые не слышали бы о флешках. Однако, многие не имеют полного представления о данных устройствах. И при покупке флешки совершают ошибки, получая устройства, не соответствующие их требованиям. К примеру, такие флешки имеют низкую скорость передачи данных. Флеш-накопитель – это запоминающее устройство с интерфейсом подключения USB. В таком устройстве используется энергозависимая флеш-память. Перед другими устройствами хранение флеш-память имеет ряд преимуществ. Это невысокая стоимость, маленькие размеры, бесшумность, низкое энергопотребление и механическую прочность. Если оптический диск легко было поцарапать, то флешка намного прочнее. Есть и недостатки. Главный из них – это ограниченное число записей, максимальное количество которых составляет 100 000, после чего флешка выходит из строя. Объем – самая важная характеристика, от которой напрямую зависит, какое количество информации можно записать на данное устройство. Вы наверняка знаете и много раз встречали флешки с объемом памяти 2 гигабайта, 4, 8, 16, 32 гигабайта. Самые ходовые из них – 8 гигабайт и 16. Они актуальны, потому что их объема памяти достаточно для вашей информации. И они самые выгодные по цене для обычного покупателя. Как вы уже заметили, объем флеш-памяти является числом, полученным из двойки, возведенным в n-ную степень, как и у оперативной памяти. Вы легко можете это проверить, увеличивая объем памяти в два раза. USB-накопители могут иметь потрясающе высокий объем памяти, к примеру, 128 гигабайт. Также существуют флеш-накопители с объемом 256 гигабайт и даже 512 гигабайт, которые по сути своей являются твердотельными накопителями. И их нужно относить к диску SSD, а не к флешке. Скорость обмена данными – одна из важнейших характеристик, к которым покупатели относятся легкомысленно и при покупке напрочь забывают об этом параметре. Покупая самые дешевые флешки и потом удивляясь, почему файлы так долго копируются на флешку и с нее. Так вот, чтобы разобраться с возможностями скорости USB-флешки, давайте рассмотрим два типа флешек. Это USB 2.0 и USB 3.0. USB 2.0 – это два типа устройств, выпущенных последовательно друг за другом. И главной характеристикой является максимальная скорость передачи данных, где 2.0 имеет скорость значительно меньше, чем 3.0. USB 2.0 имеет максимальную пропускную способность 480 Мбит в секунду, но максимальная скорость чтения немного превышает 60 Мбит в секунду. А обычно флешки имеют скорость чтения 25 Мбит, то есть на практике. USB 3.0 имеет заоблачную пропускную способность до 5 Гбит в секунду. На практике скорость записи достигает 130 Мбит в секунду, а скорость чтения 220 Мбит в секунду. Что за USB флешка перед вами с интерфейсом 2.0 или 3.0 определить очень просто. Визуально цвет пластика в контактном разъеме черный U.2.0 и синий U.3.0. Но если на устройствах нет соответствующего USB разъема, то есть 3.0, то получить возможности флешки 3.0 вам не удастся. Поэтому и смысла покупать такое устройство нет. А оно намного дороже флешки с разъемом 2.0. Самые важные параметры мы рассмотрели. Осталось только визуальные параметры в виде дизайна флешек, разнообразия которых огромное множество. Они и маленькие, и большие, и в виде различных предметов, имеют дополнительные разъемы для мобильных устройств, для телефона и планшета. Некоторые настолько малы, что не имеют корпуса разъема, а только лишь контакты. Могут иметь вдвижной механизм и поворотный механизм. Могут также иметь индикаторы для отображения работоспособности флешки. То есть в какой момент флешка активна или пассивна. В заключение, обратим внимание на то, что выбор покупателя часто зависит от последнего рассмотренного нами параметра. А это не совсем верно. Дизайн это не главное, на что нужно смотреть при покупке флешки. Обратите внимание на объем памяти и скорость передачи данных. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.